Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях руководитель пиар-центра сети кондитерских «Ладушки» Сауле Сулеймена. Здравствуйте, Сауле! Здравствуйте! Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии, тем более, что повод достаточно такой значимый и не только для города, но и для области в целом. Меньше месяца назад ресторан любимых блюд «Усадьба «Ладушки» вошел в клуб рестораторов Казахстана. Вот расскажите, насколько это престижно? Это престижно, это ответственно, и это очень важно для нас, для сотрудников ресторана, и в том числе и для гостей, это будет приносить только пользу, исключительно пользу. Клуб рестораторов Казахстана открылся совсем недавно, но к этому шли люди, которые болеют этим делом, они болеют понятием ресторации, они живут во всем этом. Собрались лучшие рестораторы Астаны, Алма-Аты, Караганды, Павлодара, и юг Казахстана так получилось, что представлял наш ресторан, ресторан любимых блюд «Усадьба «Ладушки». Понятно, что для нас это было очень ответственно, потому что люди отсматривали и наше меню, и опыт работы, и наших сотрудников, и качество сервиса, и насколько мы полны идеями жить в этой сфере, в этом великолепном мире под названием ресторация. Нас пригласили, мы приехали, 16 ноября было открытие, это было очень интересно, потому что впервые открылась уникальная возможность для рестораторов обмениваться идеями, говорить о своих проблемах и помогать друг другу, это самое главное. Обычно рестораторы люди ревнивые, они скрывают секреты, они боятся чем-то поделиться, либо ударить в грязь лицом. А здесь получилось так, что родилась такая большая дружная семья рестораторов, которые готовы помогать по нескольким направлениям, уже были выработаны направлениями, миссия клуба рестораторов. Одна из сфер это обучение, то есть вообще нет понятия научиться быть ресторатором, есть курсы, есть стажировки. В данном случае в клубе рестораторов предлагают обучающие программы для тех, кто готов быть ресторатором. Как работать с персоналом, как заниматься с официантами, как создавать дизайн меню, то есть пунктов очень много. Второе направление это реклама, что очень важно. Никто из жителей Астаны, приезжая в Шимкент, не может сориентироваться на месте, в какой ресторан сходить. В данном случае клуб рестораторов уже заранее оповещает в Астане, например, и говорит, вот там в Шимкенте есть такое замечательное уютное местечко, ресторан любимых блюд, усадьба ладушки, и у них вот такое-то, вот такое-то, вот такое-то предложение по таким-то, таким-то ценам. Это очень удобно. Удобно для путешественников, удобно для гостей. В контексте всего этого ещё и вырабатываются гастротуры. Это новое направление. Вот тут вот ладушки стали первозачинщиками, основателями. Мы предложили сделать гастротуры для тех, кто едет в Шимкент. И предлагаем им завтраки, обеды, ужины, ланчбоксы, если вы едете дальше в Туркестан, Цейрам и так далее. То есть создать все условия для гостей, которые приезжают в Шимкент. То же самое, допустим, мы можем рассказывать о ресторанах Алма-Аты, где можно вкусно покушать, где можно покушать интересно, где можно покушать по социальному своим возможностям и так далее. То есть это очень удобно для тех, кто находится внутри этого клуба, для рестораторов. Третье направление – это база поставщиков. Не секрет, что рестораторы какую-то часть закупают за границей, стараются найти что-то здесь, на местном уровне. И здесь очень важно, потому что мы поднимаем вопрос отечественного производства. Это огромная база поставщиков, которым могут пользоваться все члены клуба. И сами поставщики довольны тем, что наконец-таки у них есть возможность отправить свое предложение, оно будет автоматически роздано по нескольким городам. И есть еще одно из направлений – это направление кадров. То есть кадры решают все, об этом знают. Многие здесь сложно найти хорошего администратора, сложно найти талантливых официантов, которые умеют продавать. То в данном случае клуб рестораторов Казахстана также предлагает особую базу кадров. Кто-то готов переехать в Шымкент, кто-то готов поехать на работу в Астану, то есть растет и так далее. Соответственно, вот таких вот направлений достаточно. На год расписано уже по месяцам все мероприятия, тренинги, семинары и поездки. Ну и самое главное, конечно, то, что у рестораторов появляется возможность наконец-таки открывать для себя другие города, друг друга, новые идеи. На самом деле возможностей, конечно, немало. Возможностей немало. А вот насколько сложно попасть в клуб рестораторов? Для этого необходимо пройти определенные ступени, которые... Клуб рестораторов готов выслать информацию, то есть как попасть в этот клуб. Тем более, что есть еще один плюс, такой немаловажный. Именно в эти дни, когда открывался клуб Министерства инвестиций и развития, они делали сертификацию звезд качества для ресторанов, наподобие звезды Мишлена в Европе. То есть это будет наша казахстанская звезда для рестораторов. И у клуба рестораторов сейчас есть такая прерогатива и возможность давать эту звезду определенному ресторану. Ну тоже надо пройти отбор, пройти определенные ступени, которые ведут. Ну это того стоит, это интересно. То есть каждый ресторатор заинтересован в том, чтобы о нем говорили. И с гордостью говорили, это наша казахстанская звезда ресторации, скажем так. Сауле, скажите, а изначально вообще ресторан-усадьба Ладушки знал о том, что их хотят принять в клуб рестораторов? То есть для нас это тоже было новостью. И когда я спрашивала у организаторов, они обратились сначала ко мне. Они говорят, Сауле, вот у вас есть ресторан-усадьба Ладушки в Шенкенте. Он так интересно преподнесен в сети, в рекламе, в СМИ. Вы постоянно на слуху, у вас новые предложения. Нам стало интересно, вы можете выслать нам определенные ваши позиции. И мы начали заполнять эти позиции, отправили. И для нас было тоже приятным удивлением, что нас пригласили. То есть пока еще не было никого со стороны южных городов. То есть нам сказали, что вы достойны для того, чтобы представлять Юг Казахстана. Здорово. Сауле, скажите, а вот как вхождение ресторана-усадьба Ладушки в клуб рестораторов Казахстана отразится на посетителях? На посетителях отразится в том плане, что мы готовы теперь порадовать многими новинками и идеями. Нам удобно это с той позиции, что это, во-первых, дает новый стимул для того, чтобы расти и делать свой сервис лучше. Чтобы придумывать кучу разных новинок, очень вкусных и питательных, и полезных. Чтобы проводить акции, которые интересны нашим гостям и их деткам. В таком плане, да, это огромный плюс для наших гостей. Сейчас уже наши, не секрет, что у нас есть детская комната, и родители сейчас нам, например, часто говорят, вы поменяли свой формат, нам так интересно, дети к вам бегут. И мы понимаем, что уже не вмещаются наши любимые малыши, то есть их приходит не 25, а 35-40, и все хотят поучаствовать в празднике. То есть вот таких вот сюрпризов приятных гостей теперь ждет гораздо больше. Соли, ну не секрет, что вообще сеть кондитерских ладушки является вообще сетью номер один у нас в области. Вы занимаете передовые позиции, вы привозите награды. Вот как вам удается на протяжении стольких лет удерживать вот эту марку качества, да, быть лучшими? Для этого надо жить этим. Надо действительно жить и понимать, что это приносит удовольствие тебе, окружающим людям, твоему городу. Потому что коллектив сложился на протяжении 15 лет именно такой, где интересно приходить, интересно делиться, интересно создавать это все. Я уже больше полутора лет в ладушках, и я до сих пор удивляюсь, когда прилетает, например, технолог в кабинет и говорит, у меня идея, я такую вкусную вещь придумал. И эта вкусная вещь находит свое воплощение, и уже смотришь, через неделю она уже на прилавках, и люди говорят спасибо. Вот за этого довольного жующего малыша, который бежит с этой вкусняшкой в руках, или за мамочку, которая разгрузила себя в плане домашних хлопот, за это можно отдать многое. Когда гости из ресторана выходят и говорят, спасибо, как было у вас, замечательно, так это вообще день прожит в удовольствии. Здорово. Соули, расскажите нам о кулинарных шедеврах, которые вы принесли к нам в студию. Что это вообще? Вот особенно рыба меня интересует. Хочу сразу сказать, что это всего одна третья часть нашего зимнего согревающего предложения от шеф-повара. Сегодня ресторан-усадьба Ладушки запустил новые зимние предложения. В них входит что? У нас, во-первых, заливное рыбка. Помните, Новый год без заливного, это классика, да, никуда от этого не деться. В данном случае это сёмга. Это потрясающе вкусные пирожки в хрустящем тесте, тоже с различными начинками, рыбными, мясными и так далее. Это новая подача, любимые всеми картошки. Все знают, что можно похрустеть и скрасить беседу за картофелем. В данном случае это картофель по-нью-йоркски в новой подаче с соусами, это очень вкусно. И замечательный, потрясающий десерт. Это классический десерт Анны Павлова, но мы его сделали немного в другой подаче, и это божественно вкусно. Он лёгкий, и женщины могут не переживать за свою фигуру. Очень здорово, что немаловажно. Тем более впереди предстоящие праздники, да, скоро Новый год. Да, у нас на Новый год, помимо новинок, помимо оригинального придуманного блюда, который будет для всех сюрпризом, я могу немножко приоткрыть тайну. Это блюдо придумано только нашим шеф-поварам. Это потрясающе сочный шимшницель. Его уже можно заказать, в том числе и домой к себе можно заказать, у нас есть доставка. Наших гостей ждут вечеринки, рождественские, новогодние с 25 по 30 декабря, включительно, и 7 и 14 января. Мы отмечаем Рождество, мы отмечаем Новый год, мы отмечаем потрясающие новогодние детские банкеты с подарками для детей. Дети уже знают, что без подарков они от нас не уйдут никогда. У нас Дед Мороз, Снегурочка, Ёлка, всё как положено, волшебные сказки, селфи, подарки, и мы будем рады ждать всех в гости. Это уже такая старая добрая традиция. Саули, а можно ли заказать эти блюда к себе домой или только в ресторане? Нет, это можно заказать домой, у нас работает служба доставки, она занимает буквально 25-30 минут. Если заранее вы ждёте гостей, то наши профессионалы с удовольствием накроют вам стоп. Можно заказать всё, от напитков до сладостей, от горячего до великолепного банкетного блюда. И хочу сказать, что многие мамы, многие хозяйки говорят нам сейчас спасибо. Саули, огромное спасибо говорю вам и я за то, что вы пришли к нам в гости. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Счастья, мира, здоровья, процветания, ну и главное, позитивного, хорошего настроения. Счастья, мира, здоровья, здоровья.